Совещание начали с печальных новостей. В минувшую пятницу в Засвияжском районе на улице Корунковой случился страшный пожар. В результате происшествия погибли три человека. Один из них двухлетний мальчик. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сегодня в реанимации умер мужчина, который получил ожоги четвертой степени. Также в больнице с отравлением продуктами горения находятся мужчина и женщина. Оследованием причин происшествия занимаются правоохранительные органы. Хочу отметить слаженную работу всех ведомств. Сотрудники МЧС и скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия для тушения пожара и оказания помощи пострадавшим. На первоочередные нужды все семьи, чье имущество пострадало в пожаре, получат по 150 тысяч рублей из бюджета. С наиболее пострадавшими ведется индивидуальная работа. За каждой семьей закреплен куратор из правительства для решения текущих вопросов. На заседании также обсудили федеральный проект формирования комфортной городской среды. Перед регионом в 2024 году поставлены задачи по благоустройству 73 дворов и 18 общественных пространств. По победителям всероссийского конкурса, это уже восьмой всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в Языково-Корсунском районе и в Сенгирее, выделено финансирование в размере 223,8 миллионов рублей, большая часть из которых это федеральный бюджет. Работы по проекту идут полным ходом. В 2024 году подано уже пять заявок на следующий этап конкурса. В Ульяновской области активно развивается индустрия туризма и гостеприимства. По итогам аналитики коммерческих банков и Росстата за первое полугодие в Ульяновской области побывало более 400 тысяч туристов. Каждый из них пробыл в регионе более 24 часов. На первом месте это Самарская область. Больше 35% в структуре общего турпотока этот регион у нас является на первом месте в топе. Далее идет Чувашей, Татарстан, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, ну и другие регионы, в том числе регионы Приложского федерального округа. То есть мы видим здесь такая тенденция активного путешествия между регионами и соседями. И второе мы видим активное путешествие между регионами, с которыми наложено прямое авиасообщение. Обсудили изменения в постановлении правительства об установлении специальной социальной выплаты медицинским работникам. Постановление проходит в согласовании и будет принято в первой декаде августа. Будет принято. Проект, конечно, очень важный. Он предполагает увеличить размер специальных социальных выплат за счет средств областного бюджета медицинским работникам. Медицинских организаций, которые оказывают помощь не входящей в базу и программы обязательного медицинского страхования. Это скорая медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, включая диспансерное наблюдение. Либо оказывающим палиативную медицинскую помощь работающим в отделении выездной патронажной палиативной службы. На совещании также озвучили обращение граждан. Ребенку-инвалиду из Ульяновска не выдавали редкий препарат для инъекций. В Майнском районе, в селе Игнатовка, жители пожаловались на отсутствие холодной воды. Губернатор Алексей Русских поручил как можно быстрее разобраться в ситуациях и решить возникшие проблемы.